Меня зовут Роман Левин. Я из Батьяма, мне 19 лет. Я служу водителем грузовика уже больше года. Как водитель, я часто ехал на оккупированные территории и возил все, что требуется солдатам. Я приехал в Израиль три года. Я вырос на понятии, что наша армия защищает наши интересы, интересы израильтян. Но прослужа на оккупированных территориях, все, что я видел, это угнетение палестинцев, заборы, блокпосты. Я служу в армии уже больше года, и я решил отказаться от продолжения службы, потому что я кардинально не согласен с израильской политикой по отношению к первым территориям, против оккупации. И я считаю, что я что-то должен сделать для прекращения текущей ситуации. Я считаю, что единственная для меня возможность сейчас – это отказаться от дальнейшего участия. Своим отказом я хочу донести до русскоязычного населения, что существует оккупация и угнетение палестинского народа. Так как, по моему опыту, многие русскоязычные не знают вообще, что она существует. И я считаю, что это и наше дело также – протестовать против нее. Когда я ехал на оккупированные территории, я видел блокпосты, слышал от солдатов истории, как они по ночам ходили в палестинские деревни арестовывать неблагонадежных, как палестинцы часами ждут в очереди, чтобы попасть на работу в Израиль. И больше всего меня беспокоит сам факт того, что в прошлом один из самых угнетенных народов – евреи – в настоящем оккупируют целый народ. Я часто еду в Украину навещать своих родных. Последний раз я там был в ноябре. И я был в месте, где евреи не чувствуют себя в безопасности, считаются вторым сортом, не говоря уже о русских. И в Израиле, собственно, так же. Палестинцы не считаются за людей, должны проходить много блокпостов, чтобы чисто попасть на работу, ограничены в свободе передвижения. У них государство отнимает право на политическое самоопределение как нации. И как показал закон о национальности, мы русскоязычные, видимо, в Израиле тоже считаемся не первым сортом. Я пошел в армию, считая, что я буду обслуживать интересы израильского народа. И мне взяло время, чтобы понять, что то, что там происходит – это угнетение, оккупация. И я отказываюсь быть в ряду угнетателей. Я бы, наверное, мог попробовать перевестись куда-то в Хайфу или в Ашдот. Но это значит заткнуться, закрыть уши. И это абсолютно бы не показало правительству, что есть те, которые против оккупации, и что она должна закончиться. Когда я начал думать об отказе, то я начал искать в интернете, если кто-то это делал до меня. И на сайте Мессарвот я увидел, что да, были люди, которые тоже отказывались от службы в армии. И тогда я принял окончательное решение отказаться от дальнейшего продолжения службы. До того, как я призвался, меня не касались общественные вопросы. Но так как я, как солдат, сейчас сам являюсь их участником, то для меня на первом месте стоит то, на чьей стороне – угнетенных или угнетателей. Я отказываюсь от дальнейшего продолжения службы и хочу, чтобы мое заявление дошло до многих людей. Так как угнетается целый народ, и я не хочу, чтобы русскоязычное население оставалось безразличным. Редактор субтитров А.Семкин